Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы продолжаем с вами изучение физики. Сегодня мы поговорим о работе в термодинамике. В конце урока вы будете способны давать определение понятию работа в термодинамике, идентифицировать работу в термодинамике как функцию процесса, применять графический метод для вычисления работы. Ну а для начала давайте с вами вспомним, что при нагревании скорость молекул возрастает. При повышении температуры произведение давления на объем также возрастает. Наглядное соотношение можно получить, если оставить постоянным один из сомножителей. Газы расширяются значительно сильнее, чем твердые тела и жидкие тела. Увеличение размеров тела при нагревании называется тепловым расширением, а уменьшение при охлаждении тепловым сжатием. Также необходимо помнить, что различные газы расширяются одинаково. При нагревании одного кубического дециметра любого газа на 10 градусов по Цельсию его объем возрастает на 37 кубических сантиметров. Тепловое расширение у газов более выражено, чем у жидкостей. Ну а теперь непосредственно поговорим о работе газа. При расширении газа работа, производимая газом, положительна, так как сила давления направлена в сторону перемещения, то есть расширения. При сжатии работа газа отрицательна, так как сила и перемещение сжатия направлены противоположно. Работа внешних сил, наоборот, положительна при сжатии газа и отрицательна при расширении. При сжатии газа его внутренняя энергия увеличивается за счет работы внешних сил. При расширении сам газ совершает работу, поэтому теряет часть внутренней энергии. Если газ расширяется при постоянном давлении P, то сила, действующая со стороны газа на поршень, F равно P умножить на S, где S – площадь поршня. Обратите внимание, что при подъеме поршня на высоту, газ совершает работу, равную P дельта V. То есть произведение давления на изменение объема. Также необходимо отметить, что при медленном сжимании газа работа, совершаемая внешними телами над газом, будет отличаться только знаком, то есть A равно минус P дельта V. При расширении, когда дельта V больше нуля, газ совершает положительную работу, то есть совершает работу над внешней средой или телами. При сжатии, когда объем дельта V меньше нуля, работа газа отрицательна, то есть внешняя среда совершает над ним работу. Между работой, совершаемой газом над внешними телами, и работой, совершаемой ими над газом, есть простая связь. Она является следствием третьего закона Ньютона. Согласно этому закону, сила давления газа на поршень и сила, с которой поршень давит на газ, удовлетворяют условию F' равно минус Fp. Перемещение точек приложения этих сил одинаковы, дельта H. Следовательно, совершенные работы одинаковы по величине и противоположны по знаку. При сжатии, когда работа газа отрицательна, внешние силы совершают положительную работу, а штрих больше нуля. Из формулы мы имеем, что A равно P дельта V. Видно, что газ совершает работу, только если его объем изменяется, при условии, что A не равно нулю, если дельта V не равно нулю. В изохорном процессе, когда объем является постоянной величиной, дельта V равно нулю, работа газа равна нулю. Работа газа легко вычисляется и в изобарном процессе, когда давление, а значит и сила давления, остаются постоянными. При изобарном расширении газа, при давлении от начального объема V1 до конечного V2, работа газа в соответствии с формулой A равно P дельта V равна P умноженное на V2 минус V1, то есть работа равна произведению давления на изменение объема газа. Графический метод. Сравним формулу для работы давления с выражением для механической работы, то есть для работы постоянной силы. Видна определенная аналогия. Формула из механики содержит произведение проекции силы и перемещения, равного разности координат, а формула для работы давления содержит произведение давления и изменение объема. Эта аналогия подсказывает идею использования графиков для вычисления работы газа. На осях вместо координаты и проекции силы надо взять объемы давления. Пусть для начала давление газа остается постоянным, то есть изобарный процесс. Построим соответствующий график, рисунок А, представленный на экране. Видно, что работа газа числена равна площади прямоугольника, сторонами которого являются графики изобары, часть абсциссы между объемом V1 и V2 и отрезки прямых, соединяющие концы изобары с соответствующими точками на оси объемов. Для вычисления работы газа при переменном давлении применим графический метод. Общее изменение объема V2-V1 поделим на большое число в маленьких участках, дельта VI, так, чтобы при изменении дельта VI давление PI оставалось практически неизменным. Работа, совершенная газом при таком изменении объема, как видно из рисунка B, численно равна площади узкой полоски шириной дельта VI и высотой PI. Полная работа получится сложением элементарных работ. Сложив площади всех узких полосок, получим площадь под графиком. Следовательно, в случае переменного давления работа газа находится графическим методом, как и в случае постоянного давления. Она также численно равна площади фигуры под графиком. Графическая интерпретация работы газа позволяет установить важные ее свойства. Работа, совершенная газом при переходе из одного состояния в другое, зависит не только от этих состояний, но и от процесса, пути, которым газ из начального состояния перешел в конечное. Величины, обладающие этим свойством, называются функциями процесса. Итак, величина работы газа при изменении объема есть функция процесса, то есть зависит от процесса. Подсчитаем работу газа в круговом процессе. Допустим, что точка, представляющая состояние газа, проходит график кругового процесса в направлении часовой стрелки, как показано на рисунке. Пусть состояние А соответствует минимальному объему, а состояние С – максимальному объему, занимаемому газом в этом процессе. Работа газа в круговом процессе равна сумме работ в отдельных частях. А цикла равно ААВЦ плюс АЦДА. В соответствии с графической интерпретацией, работа на участке ААВЦ численно равна площади фигуры АВЦВ максимальная В минимальная, взятой со знаком плюс. А работа на участке АЦДА числена равна площади фигуры АВЦДА В минимальная В максимальная, взятой со знаком минус. В процессе АВЦ газ расширяется, его работа положительна, а в процессе СДА газ сжимается, его работа отрицательна. Сложив алгебраически эти две площади, получим площадь фигуры, ограниченной графиком цикла кругового процесса, взятого со знаком плюс. Итак, работа газа в круговом процессе отличается от нуля. Важно, что этот результат – следствие того, что работа газа есть функция процесса. Факт, что работа газа в круговом процессе отлична от нуля, является очень важным результатом, давая возможность действия тепловых двигателей, совершающих механическую работу за счет внутренней энергии тел. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok